МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Сегодня Михаил Игнатьев принимает участие в заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, посвященном итогам работы в 2014 году и основным направлениям деятельности на текущие и последующие годы. К другим темам. День Республики 2015, как, впрочем, каждый год, обещает быть очень насыщенным. О нескольких основных событиях предстоящего празднования рассказал журналистом министра экономического развития промышленности и торговли Чувашей Владимир Аврелькин. Основные мероприятия Дня Республики стартуют 23 июня. Однако гости начнут собираться раньше. 21 числа в Чувашую прибудет большая делегация из Белоруссии. Весной этого года с официальным визитом там побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли, химической промышленности. Возможно, на Чебоксарском экономическом форуме, который стартует 23 июня, эти договоренности закрепят подписанием документов. Кроме белорусов, на форуме ожидают гостей из Турции, Японии, Италии, Великобритании, Израиле и более 10 регионов России. Как бы не обсуждалась сейчас геополитическая ситуация, как бы не обсуждались эмбарго введен в отношении России, санкции в отношении России, бизнес продолжает шлять деятельность свою, мы налаживаем сотрудничество, тем не менее, вопреки всему. Тем не менее, в этом году форум пройдет под девизом «Регионы – новые источники роста», а значит, основной акцент сделают на импортозамещающие технологии. Помимо пленарного заседания, в рамках форума пройдут 14 других мероприятий в формате круглых столов, сессии, деловых встреч. Кроме того, Чувашия присвоит бренд или, другими словами, символ республики, то, с чем она будет ассоциироваться. Специализированная профессиональная команда участвует на разработке этого бренда, плюс население участвовало, специалисты, историки, наши учители в разработке этого бренда. И вот мы его получили тоже. Я его еще пока не видел. Поэтому для нас всех это будет, я надеюсь, что приятным сюрпризом. Подкрепит дискуссия об импортозамещении и инновационных производствах выставка «Регионы сотрудничества без границ». Она стартует 24 июня в Ледовом дворце Чебоксар-арена. Свои экспозиции представят ведущие предприятия Республики и регионов России. Ну а в темное время суток, целых два вечера, 23 и 24 июня, небо над Чебоксарами будут озарять залпы салютов. На фестивале фейерверков свое мастерство продемонстрируют пять пиротехнических команд. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Успехи Чувашки химиков известны далеко за пределами Республики. Многие ученые считаются признанными авторитетами в этой области. Причем список талантливых исследователей постоянно пополняется. Доцент кафедры общей неорганической и аналитической химии Чувашского госуниверситета Иван Бардасов в этом году получил грант президента России. Прежде чем удостоится гранта президента России, Иван Бардасов уже дважды становился стипендиатом главы Чувашии за особую творческую устремленность. В 2012 году признан лучшим молодым ученым Республики. Автор монографии, не считая публикаций в российских и зарубежных научных журналах. По его словам, он всегда ощущал поддержку и руководства вуза, и властей Чувашии. Конечно, чтобы заниматься дальнейшей работой, просто преподавать в университете, это, конечно, очень мало, даже если преподавать на очень высоком уровне. Откончащий молодой специалист обязательно должен заниматься научной работой. Здесь очень важна мотивация, потому что если не будет мотивации, молодой ученый немножко поработает в университете, зарплаты стремятся у нас поднять, но все равно они относительно небольшие. Он может либо уехать за рубеж, либо переквалифицироваться и просто уйти, опять же, в бизнес и в различные другие структуры. Поэтому здесь очень важна мотивация. Мотивация как руководства университета, так и государства в целом. Сегодня Иван Николаевич успешно совмещает исследовательскую работу с преподаванием. Глядя на своих студентов, он может с уверенностью сказать, у химической науки в Чувашии есть будущее. В Чебоксарах проходит межрегиональный семинар-совещание по антимонопольному законодательству и законодательству о контрактной системе. В мероприятии приняли участие руководители Федеральной антимонопольной службы России и 18 территориальных органов, учебно-методического центра ФАС России, представители федеральных, республиканских и муниципальных органов исполнительной власти. На семинаре обсуждали вопросы контрактной системы, нормативно-правовые акты, судебную практику в сфере госзакупок, принципы работы современных электронных площадок. Слово, в 2014 году объем госзакупок в республике составил 15 миллиардов рублей. В связи с переходом на контрактную систему по итогам 2014 года увеличилась доля конкурентных процедур в общем объеме закупок. Бюджетная эффективность от осуществления закупок в целом по республике достигла 925 миллионов рублей. Праздник земли и плуга Акатуй отмечают по всей Чувашии и за ее пределами. Однако современные дети мало знакомы с этой традицией. Чтобы восполнить пробел в знаниях, в Чебоксарах устроили настоящий детский Акатуй. Централизованная клубная система города устраивает такое мероприятие не первый год. Еще в прошлом году праздник был районным, а сегодня на Акатуй собрались воспитанники всех пришкольных лагерей Чебоксар. Наши детки, наше юное молодое поколение должны знать традиции и обряды и обычаи своих дедов, прадедов, бабушек, своих пап и мам. Мы должны прививать им любовь к своему языку, к своим песням, к своим танцам. Кроме этого, у нас, к сожалению, ушли далеко в прошлое национальные игры. Вот в этом году мы их решили возобновить. На четырех интерактивных площадках ребята изучали старинные игры, песни и танцы. Специально для мальчиков прошел конкурс «Батыр», где они соревновались в силе и ловкости. А в честь года литературы и Константина Иванова впервые в рамках детского Акатуя состоялся конкурс стихов на чувашском языке. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. Русский драматический театр готовит премьеру спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне спектакля. Режиссер Владимир Красотин выбрал пьесу, которая будет интересной как взрослым, так и молодым. По словам режиссера, в этой постановке множество тем, которые переплетаются в основном сюжете. Каждый зритель может найти для себя что-то интересное в нем. Потому что здесь и действительно смешные комические сцены, и лирические сцены, и какие-то полудетективные истории. В спектакле занят ведущий актерский состав. В главной роли зрители увидят заслуженную артистку Российской Федерации Галину Холопцеву. Эту роль Галина Анатольевна считает подарком судьбы. Готовясь к роли Мурзавецкой, богатой и властной помещицы, актриса нашла в ее образе множество нюансов, которые не замечала прежде. Диапазон такой большой, что, ну знаете, ну вот все, что ты хочешь сыграть, все можно вложить в эту роль. Все, что у тебя в душе, все, что у тебя случилось в жизни, не случилось в жизни, я через эту роль. Причем, вы знаете, я эту роль раньше не считала такой. Я эту пьесу много раз видела в постановках, мне всегда интереснее всего была Глафира. И дело тут не в возрасте, я как-то не замечала Мурзавецкую, а вот когда начала работать, не работать, а только я узнала, что будут ставить этот спектакль, прочла пьесу, я, вы знаете, я просто потеряла покой. Молодая и красивая Евлампия Купаевна рано овдовела и не знает, как распорядиться оставленным мужем богатством. Она мечтает о любви и счастье и даже не подозревает, какие страсти кипят вокруг нее. Властная помещица Мурзавецкая пытается хитростью и нечестным путем завладеть состоянием вдовы, вынашивает план женить на ней своего беспутного племянника. Однако положивших глаз на чужое богатство оказалось достаточно. В комедии также заняты Лариса Мальцева, Диана Яковлева, Александр Шиповалов, Сергей Иовлев. Художественным оформлением спектакля занимался заслуженный художник Чувашии Владимир Шведов. Это спектакль Островского для художника, четвертый по счету. Над Островским многие работали, и вообще не одни художники там решали, и в разные поколения разные. Поэтому что-то новое создать сложно. Тем более, что я уже четвертый спектакль делаю, мне захотелось вот в таком стиле сделать, знаете, в жестовском, как жестовский поднос. Я сделал в виде красочных таких цветов, и чтобы было в одном стиле сделано, это вот в каждый элемент я как бы ввел. В деталях везде есть и в креслах, и в диванах, и в общем во всех элементах декорации. Премьера спектакля состоится 18 июня в 18 часов 30 минут. Татьяна Молокова, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика. Совсем скоро в столице Чувашии состоится одно из главных спортивных событий этого года – командный чемпионат Европы по легкой атлетике. По традиции помогать в организации праздника спорта будут волонтеры, которые собрались со всей России. Как готовятся ребята к старту чемпионата, узнаем в следующем материале. Знание иностранных языков и опыт участия в организации спортивных мероприятий обязательны. Стать волонтером командного чемпионата Европы мог далеко не каждый. С конца прошлого года ребята приходили различные собеседования, на которых они показывали свои навыки. В результате выбрали 350 человек – самых активных и устремленных ребят. Вот уже несколько дней волонтеры проходят аккредитацию и получают соответствующую экипировку. Помогать чувашским волонтерам будут и ребята из других регионов России. Азниф Мехитарян из Йошкар-Аллы – волонтер со стажем. За ее плечами ни одно спортивное мероприятие. На командном чемпионате она будет участвовать в церемонии награждения спортсменов. Это было неожиданно, потому что я думала, попаду на работу со зрителями, потому что на универсиаде тоже была работа со зрителями. А здесь это что-то новое, и это гордость такая, что на чемпионате Европы ты участвуешь в волонтерной церемонии награждения. Волонтер, как говорится, это состояние души, так что все спортивные мероприятия, которые мне интересны, которые проходят в нашей стране и близко тем более к нашему городу, почему бы не поучаствовать, набраться опыта. Волонтеры будут трудиться на чемпионате по 13 различным направлениям. Это и работа со зрителями, и работа с командами. Несмотря на то, что набор волонтеров на проведение чемпионата завершен, желающих помочь меньше не становится. Для нас это первый большой европейский опыт, потому что в свое время, когда проходил Кубок мира по спортивной ходьбе, были волонтеры, но немножко уровень подготовки был другой. У нас был опыт проведения форума «Россия спортивная держава», но это совсем другое. Надеюсь, что первый блин не окажешься комом. Мы готовы, и лично я уверен в каждом волонтере. Волонтеров можно сравнить со спортсменами. Они также проходят строгие отборы и обучение, всегда находятся в тонусе, и их невозможно засать врасплох. Ребята готовы оказывать помощь практически 24 часа в сутки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. До главного легкоатлетического старта года осталось несколько дней. На церемонии открытия Кубка Европы жителей и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Одним из них станет масштабное тетрализованное представление. На репетиции побывала и наша съемочная группа. Праздник сильных и спортивных духом тоже должен быть ярким и динамичным. Танцы, сложные акробатические номера – все это смогут увидеть тысячи людей, которые посетят церемонию открытия командного чемпионата. Делиться энергией и праздничным настроением с горожанами будут более 300 ребят всех возрастов – участники постановки. Готовиться к этому важному мероприятию начали несколько месяцев назад. Творческие коллективы, волонтеры и спортсмены проходили строгий отбор. Отбор есть везде. Просто мы, наверное, действительно в лучший раз выбрали нас. Тренировки жесткие. Эмоций на самом деле много, потому что мероприятие действительно масштабное. Нам очень приятно, что мы являемся частичкой данного мероприятия. Мы обязательно попытаемся оправдать все ожидания и выложиться на сцену просто на 100%. Последние две недели оказались самыми сложными, ведь было необходимо собрать все в единое целое. Специально для организации церемонии открытия в столицу Чувашии пригласили заслуженную артистку России Людмилу Бойкову. Она уже поставила множество различных централизованных представлений по всей стране. Но концепция чебоксарской постановки особенная. Да здравствует молодежь, вперед молодежь. Мы за мир, за дружбу, за счастье, чтобы у всех было все здорово. Мы оптимистичная страна, у нас классные ребята, классная молодежь. И мы должны это поддерживать и показывать всему миру. Сейчас ребята репетируют в режиме нон-стоп, ведь перед ними лежит непростая задача. Передать всему миру ощущение праздника и величие спорта. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Теперь любой житель и гость столицы Республики может увести с собой частичку главного спортивного праздника этого лета. В Чебоксарах появились специализированные точки продаж сувенирной продукции командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Обзавестись собственной звездой теперь может любой желающий. Наряду с изделиями национальных промыслов на Чебоксарском Арбате предлагают символ чемпионата звезду. А чтобы превратиться в настоящего болельщика понадобится совсем немного времени. В палатке можно купить футболку и кепку с символикой предстоящего спортивного праздника. Выбор сувениров на память велик. Есть кружки, канцелярская продукция, брелки, магниты, значки. В отдельном ряду вкусный тематический десерт «Самое настоящее печенье». Там же можно приобрести билеты на соревнования. Здорово, что спортсмены приедут к нам. Мне очень нравится смотреть чемпионаты разные. Я и решил приобрести символику. В Чебоксарах таких точек продажи три. Отдельно организованы на спортивных объектах. Приобрести памятные сувениры можно будет в течение всего командного чемпионата. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин